Здравствуйте, друзья! Сегодня мы обратимся к Священному Писанию для того, чтобы научиться посмотреть на нашу жизнь иначе. Вот люди говорят, нужно жить вот так. Окружающий мир говорит, нужно жить вот так. И мы начинаем жить так, как нам говорят, даже не замечая этого. Мы все находимся под давлением окружающего мира. И вот когда человек живет так, как говорит ему мир, так, как диктует ему окружающая культура, так, как говорят ему родители, так, как говорят ему учителя, так, как ему говорят другие авторитеты, так, как живут звезды, но не так, как он к этому предназначен, он рано или поздно начинает испытывать ощущение кольи. Может быть, вы помните, был такой советский поэт, актер Владимир Высоцкий, он пел, попал в чужую колью глубокую, сам виноват и слезы лью и охаю, попал в чужую колью глубокую. И вот очень часто у людей возникает вот это ощущение кольи. Я вроде бы живу, но я скован. Я не живу так, как я к этому предназначен. Я задыхаюсь в той жизни, той жизнью, в которой я живу. И вот для того, чтобы не жить так, как нам говорят, для того, чтобы выйти из этой кольи, нам нужно послушать, что говорит Библия. Она говорит иначе. Она позволяет человеку взглянуть на свою жизнь иначе, начать думать иначе, начать жить иначе. И сегодня мы коснемся послания апостола Павла к римлянам. В первой главе послания к римлянам Павел затрагивает фундаментальнейшие, важнейшие вещи, которые касаются человеческой жизни и которые на самом деле могут дать человеку свободу. Обычно читатели прочитывают первую главу и не обращают внимания на первые стихи. Но мы так устроены. Когда мы получаем какое-то письмо, слова приветствия мы пробегаем глазами и идем дальше, к сути. Поэтому по этой же привычке иногда люди читают также послания к римлянам. Все знают, что послания к римлянам самыми важными, самыми известными являются 16 и 17 стихи. Но не менее важными, не менее актуальными для нашей жизни являются первые стихи. И вот как раз в первых стихах апостол Павел, он говорит о том, кто мы есть, к чему мы призваны. Он говорит о тех вещах, которые необычайно важны для каждого из нас. Но для того, чтобы разобраться, кто я есть, для того, чтобы иначе посмотреть на нашу жизнь, нужно найти вот эту точку опоры, из которой я могу увидеть свою жизнь со стороны. Мне нужна какая-то возвышенная цель. Мне нужно, если хотите, зеркало, в которое я мог бы посмотреть и увидеть, что в моей жизни не так. Для того, чтобы ответить на вопрос, кто я, мне нужна иная, другая точка зрения. И вот Павел предлагает эту другую точку зрения. Прежде чем он говорит о том, кто человек, он говорит о том, кто Бог. И вот давайте мы сейчас прочтем эти слова. Итак, первая глава послания к римлянам. Начнем с первого стиха. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в Святых Писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых об Иисусе Христе, Господе нашим». Итак, в самом начале Павел говорит о себе. Первый стих он представляет себя читателем. Но сразу же он начинает говорить о Боге. Он говорит, вот благовестие, которое Бог обещал через пророков о Сыне. И вот в центре его мысли, в самом начале, звучит весть о Сыне. Он говорит благовестие, о котором говорили пророки Божии. И это благая весть о Сыне, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни. И вот это вот центр мысли Павла. Он сразу же говорит читателям, я Павел, я раб. Ну вот сейчас давайте посмотрим на кого-то, кто важнее, чем я. Да. Вообще всегда Божьи люди, они говорят не о себе. Когда говорит Божий человек, он говорит о Боге, а не о себе. Он как указатель. Вот смотрите туда, смотрите, вот туда важнее. Не я главный. И Павел говорит, не я главный, главный Сын Божий, Иисус Христос, Который открылся через воскресение из мертвых, вот этим вот величественным Сыном Божиим, Господом нашим. Мы прочитываем эти слова и думаем, ну здесь все понятно. Ну почему же Павел делает такой акцент на Иисусе Христе? Почему все благовестие было связано с Иисусом Христом? Вы знаете, конечно же, здесь в этих словах, которые пишет Павел, заключена глубокая мысль. Она захватывает собой огромнейший пласт Ветхого Завета. Читатели, которые читали эти слова, они понимали, о чем говорит Павел. Сегодня мы только по поверхности скользим, и поэтому иногда нам эти слова ничего не говорят. Вот мы слышим иногда Иисус Христос, и думаем, Иисус это имя понятно, а Христос это как фамилия. Петр Иванов, Иисус Христос. Но когда Павел говорит благовестие об Иисусе Христе, то читатель во времена Павла понимал, что он имеет в виду. Благовестие об Иисусе Христе это благовестие о помазаннике. Христос помазанник. Для читателей евреев было понятно, что помазанник это тот, о ком говорили пророки. Помазанник это избавитель. Тот помазанник, о котором говорили пророки, это та личность, которая придет и отдаст настоящую свободу Израилю. Это тот, кто будет настоящим, самым великим пророком, самым великим священником и самым великим царем. И вот Павел говорит, я вам рассказываю о личности, большей которой не было во всей истории существования Земли. Я вам рассказываю о самом великом пророке, о самом великом царе и о самом великом священнике. И вот это благовестие, я возвещаю, что Он пришел. Но читатель во времена Павла мог сказать, Павел, а чего ты взял, что Иисус является вот этим вот помазанником? Но многие называли себя помазанниками. Было много во времена же и Христа, было много самозванцев. Чего ты взял, чтобы Иисус является вот этим вот помазанником, которому я должен доверять? И Павел дальше говорит, Он является Сыном Божьим, который открылся Сыном, Царем, Священником и Пророком через воскресение из мертвых. И вот воскресение из мертвых, это была самая центральная точка благовестия. Вот смерть и воскресение Иисуса. Иногда люди говорят, что Евангелие, это вот как Христос родился, как Он ходил и исцелял, что Он говорил. Но в центре благовестия была истина о смерти и воскресении Христа. Павел не зря подчеркивает этот момент. Он говорит, и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни. То есть через Святого Духа Иисус открылся Сыном Божьим. Он подтвердил свое помазание. И вот здесь Павел возвращает читателя к тем событиям, которые случились несколько десятилетий ранее. Он говорит о том, как Бог проявил свою необычайную верность Сыну. Мы иногда воспринимаем верность в нашем мире, мы воспринимаем верность как отсутствие, например, семье, отсутствие физической измены. Вот говорят, верный муж, верная жена. Но верность Божья намного больше. Верность Божья заключается в том, что Бог принимает человека, личность, которая находится в отношениях Завета. И вот это одна из ключевых тем Павла вообще в послании к римлянам. Павел говорит о том, что Бог проявил свою верность Сыну тогда, когда Сын взял на Себя всю мерзость мира. И вот эта верность заключалась в том, что Отец не отвернулся от Сына навсегда. И вот то, что Он не отвернулся от Сына, проявилось в воскресении. Бог возвратил, воскресил Своего Сына. Он возвратил Его оттуда, откуда, казалось бы, возврата не должно было быть. И мы говорим, Христос победил смерть. Христос воскрес. Это верно. Но вот в этом воскресении была явлена полнота верности Божией. Поэтому после воскресения Сына ни один самый мерзкий грешник не может быть потерян. У каждого человека есть надежда. Потому что Иисус взял на Себя грех всего мира. Он преодолел смерть. И сегодня я грешник, я смертный человек, имею надежду. И вот Павел говорит, сила Божия, величие Божие было явлено в воскресении Иисуса Христа. Верность Божия была явлена в воскресении Иисуса Христа. Мы спрашиваем, кто такой Христос? Читатели спрашивают, кто такой Христос? Павел отвечает, это тот, кто не просто ожил. До Христа ведь воскресали люди. Это тот, кто победил смерть. Кто такой Христос? Это тот, в ком явлена полнота верности Божией. Это тот, кто является вечным свидетельством, что Бог не отказывается от грешника. Это тот, кто достоин поклонения и хвалы, потому что земные цари, могущественные цари, великие люди, творившие великие дела, умирали. Они не смогли противостоять самому большому врагу – смерти. А Христос преодолел смерть. Он, Павел говорит, царь, он господин. Итак, вначале Павел говорит, кто такой Бог? Он говорит, это удивительный Бог. Это Бог, который преодолел смерть, победил смерть. Это Бог, который явил в Сыне Своем, всему человечеству, всей Вселенной, свою необыкновенную верность. Это Бог, который в Сыне Своем дает каждому человеку надежду. Каждый грешник может вернуться. Каждый человек, кто сталкивается с реальностью смерти, получает надежду на воскресение. Если Христос был воскрешен, значит, и у тебя есть надежда. Вот такой Бог. И исходя из этого, кто такой я? Павел говорит, но если такой Бог, если это реальность, если это царь Вселенной, победивший смерть, то кто я в отношении царя? Вот Павел поэтому и начинает свое послание. Я раб, я служитель. Не я определяю направленность своей жизни. Он определяет направленность моей жизни. Не я занимаюсь мучительными поисками смысла жизни. Мой царь, мой господин, он дает мне смысл жизни. Я могу получить у него смысл жизни. Тогда, когда я слушаю его, я тогда исполняю свое предназначение. Я тогда не иду в чужой колее. Я иду в своей колее. У меня свой путь. Мою жизнь не предопределяют родители. Мою жизнь не предопределяют старшие люди. Авторитеты, звезды, книги. Мою жизнь определяет тот царь, перед которым я склонился, потому что он действительно велик. И тогда я только свободен. Но я говорю, да как же? Вот еще один авторитет. Ну, надо теперь Бога слушать. Ну, я же тоже теряю свободу, если я слушаю Бога. Павел уточняет. Мы не просто рабы. Мы не просто служители. Мы не просто те, кто должен бессмысленно слушать, что тебе говорит Бог. Вот чуточку дальше. Павел так называет римлян. Но эти слова касаются и нас. Послушайте. 6 и 7 стихи. Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Обратите внимание, как Павел называет этих людей. Призванные и еще возлюбленные Божьи. Послушайте. Вот этот Бог, о котором говорит Павел, Он не просто царь, который повелевает тебе идти под жизнь и вот так-то. Это тот царь, который если и дает повеление, то дает повеление, исполненное любви. Если Он и дает повеление, то это повеление, исполненное любви, дает человеку высочайшее призвание в его жизни. Вы знаете, как многие люди сегодня ищут жизненное призвание, жизненное предназначение. Павел говорит, вот есть царь, Он призывает тебя служить Ему, Он дает тебе призвание. И во всем, что Он делает для тебя, во всем, что Он говорит тебе, проявляется одно – любовь. Маленькая ремарочка. Мы вот когда слушаем даже это слово «любовь», оно у нас извращено. Мы сталкиваемся с любовью, в которой проявляется ревность, мы сталкиваемся с любовью, в которой проявляется насилие, мы сталкиваемся с любовью, то, что мы называем любовью, где подавляется человеческая личность. Но когда в Библии говорится о любви, то говорится о любви, которая дает человеку необычайную свободу. Там, где настоящая любовь, там полнота свободы. Как-то Августин, поняв это, сказал, люби и делай, что хочешь. Если любишь, то ты будешь поступать так, чтобы не ранить другого. Но ты будешь свободен в этом. Любовь и свобода – это две стороны одной медали. Поэтому, когда Павел говорит, вы возлюбленные Божьи, он говорит, вы те люди, которым Бог предлагает необычайную свободу, свободу в любви, необычайное призвание. Он предлагает следовать за Ним и служить Ему. Это тот Бог, который воскресил Иисуса Христа, этот Бог, который дал надежду, сегодня стоит перед каждым из нас и призывает нас к подлинной свободе. Если ты в колее, ты не свободен. Если ты чувствуешь, что ты в колее, возвращайся к Нему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok